Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. По данным исследований учёных, магнитное поле Земли ослабело на 15% за последние 200 лет. Предполагается, что в очень скором времени северные и южные полюса поменяются местами. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что Земля лишится своего защитного экрана, который защищает жителей Земли от солнечного ветра и радиации. Это чревато выходом из строя энергосистем, систем спутниковой навигации и способно серьёзно повлиять на погоду. По информации Дэниеля Бейкера из Университета Колорадо, эти изменения приведут к тому, что некоторые участки Земли станут непригодными для жизни после смены полюсов. На данный момент наше магнитное поле, которое является защитным барьером для живых организмов, быстро ослабевает и в скором времени может вовсе исчезнуть. Многие учёные мира уже предупреждают, что Земля как никогда близка к моменту переворота полюсов. Как говорится, предупреждён – значит вооружён знанием, что Земля на грани серьёзного, глобального климатического катаклизма, который затронет каждого, в каком бы уголке планеты ни находился. Климатический обзор за неделю Септонику природы или о коллективном разуме у пернатых Пример доброты из метро Нью-Йорка Климат-контроль Климатический обзор за неделю 27 января Саудовская Аравия В регионе Табук на северо-западе страны выпал снег В течение дня на планете было зафиксировано 341 землетрясение Из них 67 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 6,3 28 января Испания Провинция Малага пострадала от сильного ветра Австралия В северных районах страны в результате шквалистого ветра, скорость которого достигала 27,7 метров в секунду, без электричества остались 4,5 тысячи домов. Сильные дожди привели к затоплениям в нескольких населённых пунктах. Иран Восточные, западные и северные районы страны пострадали от обильного снегопада. Местами выпало 1,3 метра снега. Пострадали 6600 человек. В течение дня на планете было зафиксировано 331 землетрясение. Из них 68 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,6 Септоника природы Одна птица не знает, в каком направлении искать тёплые края, когда наступает холода. Не знают это и две птицы, и три. И только стая птиц знает вектор движения. Раньше учёные думали, что стаю ведёт старый опытный самец, который знает маршрут. Однако, японский орнитолог Ямамото Хирооке установил, что в стае вообще нет ведущего. Оказывается, в 6 из 10 случаев перелёта во главе стаи летит сильная молодая птица, вылупившаяся только летом, и не имеющая никакого опыта перелётов. При этом, отбившись от стаи, птица уже не находит верного направления. Стая только тогда обретает знание пути, когда достигает определённого количества особей. Если же стая не наберёт необходимого количества особей, никто никуда не полетит. Какие только версии не выдвигали учёные о причинах данного явления. И что птицы используют для общения телепатию, и что передают друг другу ультразвуковые сигналы, и что всему виной инстинкты и генетическая память. В конце концов, наука пришла к выводу, что всё происходит благодаря единому септонному полю. Этнолог, кандидат биологических наук Кенюль Джейхунг из Италыбова рассказывает о поведении существ в природе на примере насекомых следующее. Каждую особь общественных насекомых следует рассматривать как отдельные клетки некоего огромного мозга. Каждая отдельно взятая клеточка полностью беспомощна. И только все вместе они создают некий продукт, мысли, программу действий, варианты решений и тому подобное. Иными словами, сообщество общественных насекомых представляет собой один единственный организм, как бы распылённый в пространстве, разъятый на отдельные элементы. То есть это организм с единым разумом, но со множеством тел. Продолжаем смотреть климатический обзор за неделю. 29 января. Филиппины. На острове Лусон из-за продолжительного извержения вулкана Майон, который извергается с 13 января 2018 года, были эвакуированы 84 тысячи жителей. Марокко. В городе Загора впервые за 50 лет выпал снег. Мексика. В городе Пичукалко в штате Чьяпас произошло наводнение. Гватемала. В департаментах Алта-Веропас, Баха-Веропас, Исабал, Киче и Петен сильные ливни вызвали сушествие оползней и наводнения. Были повреждены более 80 домов. От стихии пострадали 13 400 жителей. 160 человек вынуждены были покинуть свои дома. Нарушено автотранспортное сообщение. Некоторые населённые пункты были отрезаны от внешнего мира. Франция. В результате повышения уровня воды в реке Сена до отметки 5,84 метра из региона Иль-де-Франс эвакуированы около полутора тысяч жителей. Австралия. В округе Кимберли, штата Западная Австралия, циклон принёс мощный ветер со скоростью до 34,7 метров в секунду, а также обильные осадки. В городе Брум впервые за последние 40 лет за пять дней выпало 697,2 миллиметров осадков. В результате непогоды несколько сотен домов остались без электроэнергии. В течение дня на планете было зафиксировано 314 землетрясений, из них 69 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,5. 30 января. Россия. В Камчатском крае и Чукотской автономной области установилась аномально тёплая погода. В городе Певек температура воздуха прогрелась до плюс 5,1 градусов, превысив норму на 30 градусов Цельсия. Аргентина. В провинции Чако повышение уровня воды в реках Парагвай и Парана вызвало наводнение, от которых за последние 10 дней пострадали 50 тысяч жителей. Были затоплены 9 тысяч домов. В провинции Салта сошёл селевой поток. ЮАР. В городе Постмазбург в Северокапской провинции выпал град размером с куриное яйцо. Тайвань. От сильных холодов пострадали 53 жителя. США. В штате Оклахома продолжают бушевать лесные пожары. В течение дня на планете было зафиксировано 287 землетрясений, из них 57 магнитудой свыше 4-х. Максимальная магнитуда составила 5,7-х. Пример доброты и человечности. 2 января 2007 года 44-х летний строитель Уэсли Отре, стоя на платформе в Нью-Йоркском метро с дочерьми, стал свидетелем того, как молодой человек, неожиданно забившись в конвульсиях, упал на рельсы, в тот момент, когда из-за поворота вынырнул поезд. Не раздумывая, Отре поспешил ему на помощь. Накрыв своим телом пострадавшего, он успел сделать так, что они оба оказались между рельс. Машинист попытался остановить состав, но было поздно. Вагоны пронеслись в нескольких сантиметрах от головы Отре. Оба остались живы. Позже Отре сказал, «Я не чувствую, что сделала что-то особенное. Я просто увидел человека, нуждающегося в помощи. Я сделал то, что должен был сделать». 31 января. Пакистан. В провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва от землетрясения магнитудой 6,1 на глубине 191 км пострадали более 20 жителей. Эпицентр находился в 35 км от города Джурум и 65 км от города Файзабад в горной системе Гиндукуш в Афганистане. Австралия. В штате Тасмания прошел снегопад. За 4 дня до этого температура воздуха достигала плюс 32 градуса Цельсия. Боливия. Проливные дожди привели к затоплениям в департаментах Бени и Тариха. В городе Якуиба за сутки выпало 194,2 мм осадков. 15 населенных пунктов были отрезаны от внешнего мира. В 7 департаментах страны пострадали 50 тысяч человек. Повреждено 102 дома. Под водой оказались 12 тысяч гектаров сельскохозяйственных территорий. Новая Зеландия. Циклон Фехи со шквалистым ветром и обидными осадками обрушился на Южный остров. Тысячи домов остались без электроэнергии. В регионе Донидин выпало более 108 мм осадков. Нарушено автотранспортное сообщение. На архипелаге Чатым природные пожары охватили 2000 гектаров. Из пострадавших от наводнений и пожаров регионов были эвакуированы люди. В течение дня на планете было зафиксировано 311 землетрясений. Из них 70 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,2. 1 февраля. Гватемала. Из-за извержения вулканов Уэго эвакуированы жители близлежащих деревень. В пяти департаментах страны сильные ливни привели к сошествию оползней и наводнениям, от которых в течение пяти дней пострадали 15200 человек. 285 человек лишились крова. Повреждено 124 здания. Некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. В течение дня на планете было зафиксировано 323 землетрясения. Из них 44 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,5. Делай то, что хочет от тебя твое тело, добивайся славы, почести и богатства, и жизнь твоя будет адом. Делай то, чего хочет от тебя дух, живущий в тебе. Добивайся смирения, милосердия, любви, и тебе не нужно будет никакого рая. Рай будет в душе твоей. Лев Николаевич Толстой 2 февраля. Франция. На пляже в городе Ницца образовался провал грунта глубиной около 1 метра и диаметром более 2 метров. В течение дня на планете было зафиксировано 326 землетрясений. Из них 43 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6. На протяжении недели в стадии извержения находилось 37 вулканов. В течение недели произошло 355 землетрясений в радиусе до 20 км от действующих вулканов и на глубине, не превышающей 20 км. Наиболее активными были вулканы Барда-Бунга в Исландии, а также вулканическое поле Клир-Лейк в Калифорнии. Также произошло 5 землетрясений в 30 км от кальдеры Йеллоустоун с максимальной магнитудой 1,5. Всего за неделю более 10 600 человек стали климатическими беженцами. Передача «Климат-контроль» – это волонтерский проект, который является частью международного общественного движения «АЛЛАТРА». Участники проекта – это неравнодушные люди, объединенные идеями единения, мира, добра и человечности. Осознав степень надвигающихся изменений климата, при которых уже сегодня еженедельно тысячи людей становятся беженцами, появилось стремление донести информацию о неизбежности природных катаклизмов до каждого здравомыслящего человека и показать, что из этой ситуации есть выход. И выход этот в объединении всего человечества в большую дружную семью. Только так можно пережить это непростое время. С момента выхода первого выпуска многое изменилось. Вместе мы учились писать новости, начитывать их. Вместе учились делать монтаж. Вместе искали примеры доброты и единения. В команду приходили новые люди. Проект рос. Появился портал «Геоцентр». Начали выходить новостные ролики. Каждый участник проекта вкладывает в этот проект частицу себя. Щедро делится своим внутренним, глубинным чувством. Каждый работает над собой, стремясь соответствовать высокому званию человека с большой буквы. За прошедшие пять лет проделана большая работа. Сама передача «Климат-контроль» постоянно меняется и наполняется все большей добротой и человечностью. Команда «Климат-контроль» открыта каждому и рада новым участникам. Если вы хотите присоединиться к команде, пишите на почту info.sobachka.geocenter.info с пометкой «Хочу стать участником проекта». Важно лишь ваше стремление учиться, познавать и применять свои лучшие качества на благо общества. Спасибо, что остаетесь с нами. Нам важно ваше мнение и поддержка. Давайте развиваться вместе. В какие бы условия ты здесь не попал, какие бы препятствия не ставила тебе судьба, жить нужно так, как подобает человеку с большой буквы. То есть самому становиться человеком и помогать окружающим людям. Главное в этой жизни – быть свободным внутри по духу, свободным от мира материи, идти к Богу, не сворачивая с этого пути. Тогда во внешней жизни вы сможете максимально принести пользу людям и прожить жизнь, достойную звания человека. И в этом кроется великая тайна. Стань человеком здесь и сейчас, в этом эгоистичном материальном мире. Будь подобен лотосу, который произрастает из грязи и болота, но несмотря на это приобретает идеальную чистоту. Ты же человек, и в тебе есть его зерно. Субтитры создавал DimaTorzok